Привет, милая телепава здесь! За окном уже так темно, а это значит, что время для меня идти на мою вечернюю пробежку. Но сейчас я не буду показывать, как я бегаю вечером. Вы уже это видели. Сейчас я покажу вам маленькое двухминутное кино о тех гостях, которых я встретила сегодня на утренней пробежке. И эти гости не люди. Имя этим гостям хотела сказать легион, но нет. Хотя их легион во Флориде. Это игуаны. Внимание, игуаны! Итак, игуаны, они не являются местными жителями. Они когда-то были либо завезены, либо приплыли каким-то чудом сюда и стали просто жить во Флориде. Так вот, они совершенно безопасны для людей. Они никогда не нападают, они никогда не атакуют. Но что они делают, и против этого сейчас Флорида активно борется, они разрушают прибрежные насыпи на океане, на озерах и на реках. И это разрушает природный баланс. Они также пожирают эту траву, листья, и иногда они падают на человек. Как это случается в периоды ураганов или сильных ветров. Они забираются в кроны деревьев, причем тех деревьев, которые у нас огромные, кронистые. Это фикус или сайперс. Я вам покажу картинку, и вы увидите, что на самом деле деревья огромные. Так вот, они сидят, прячутся, прячутся там от ветра. Это как их убежище там. И потом, во время ветра или после, они просто падают на голову прохожему. И было несколько случаев, когда жители кондоминиума судили администрацию кондоминиума и получали, в принципе, огромную сумму от ассоциации за телесные повреждения, которые они получили в результате падения игуан. Ну так вот, ребята, посмотрите это короткое видео с игуанками. И причем не одна, две. Там было несколько семей с бабушками, дедушками, детьми и прочими родственниками, что удивило даже меня. Долго живущего во Флориде, то есть их было столько много. Они, как я сказала, совсем не агрессивные. Они даже сейчас подпадают под ранг домашних животных. И многие люди, в общем-то, как бы их держат дома. Но если игуана нарушает правиль жития, то жители могут позвонить в эти организации, которые называются блокбастерс. No, не блокбастерс. Блокбастерс. Они называются игуанобастерс. Бастерс значит ликвидаторы. Помните, был такой муви, был такой фильм очень популярный. Гаусбастерс. Гаусбастерс с Билл Меррей. Ну очень смешной фильм. Так вот, игуанобастерс. Они не ходят, конечно, и не собирают всех игуан, не ловят их, не... Они только приезжают по звонку жителей, когда игуаны не то, что становятся агрессивными, а нарушают природный закон. То есть, видимо, создают какую-то ситуацию. Сказала, как бы, земля, почва проседает. Да, и второе. Игуаны в городе. Enjoy. Enjoy. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok